Уже с самого входа на конференцию становится видно, как продвинулась цифровая индустрия. Гостей встречают как в фантастических фильмах, где роботов научились делать неотличимыми от людей. Что называется, сравните. Это в фильме, а это в реальности. Я, Алиса Зеленоградова. А можешь улыбнуться? То есть, возможно, скоро так сразу и не скажешь, кто перед тобой робот или человек. Робототехники уже поставили задачу — дать своим творениям всё, что нужно для полноценного общения. Когда общаются два человека, то из непосредственно смысла сказанного извлекается не более четверти информации. Всё остальное из позы говорящего, мимики, интонации. Мы хотим овладеть всеми возможностями этими для полноценного общения. Свои разработки представили около тысячи компаний. Это усовершенствованные системные блоки, система распознавания лиц, сенсорные доски. Как дать цифровой индустрии новые импульсы и отправить такие высокие технологии в широкие массы, обсуждали на сессиях. Как отметил Рустам Миниханов, лучший проводник прогресса — молодёжь. Всё-таки катализатором является подрастающая молодёжь. Всё равно мы должны в этих вещах опираться на молодёжь, на подрастающее поколение. Школьники — это самые лучшие наши помощники. За последние пять лет объём цифровой экономики в стране уже вырос в пять раз, перевалив за 4 триллиона рублей. Ждут. В ближайшие годы эта сфера составит десятую часть ВВП страны. Если будем лениться, то ничего не получится. А если будем принимать активное участие и заставим заложенные механизмы заработать, то я считаю, что мы просто с вами обречены на успех. Как отмечают эксперты, уже через пять лет технологии могут изменить мир до неузнаваемости. Мы через пять лет увидим совершенно другой мир. У нас там, ну, я не знаю, чем будут люди пользоваться, потому что пять лет назад мы даже не могли представить, что будет так, как сейчас. Я ожидаю, что будут очень позитивные изменения. Чтобы желаемое стало явью, государство и бизнес должны лучше сотрудничать. Наладить диалог между представителями разных сфер на конференции помогала известная медиа-менеджер Тина Канделаки. Тот же Иннополис, тот же конференция ЦИПР дает большому количеству людей, которые сюда приезжают год от года, надежду на то, что их идеи будут услышаны. Они смогут, они ищут пути реализации своих идей. За три дня в Иннополисе своими советами и наработками делились более двухсот спикеров. Гостями стали почти пять тысяч человек. Такое собрание идей собираются устроить и на будущий год. Дмитрий Аринин, Андрес Интальцев, ТНВ, Иннополис. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова